Продолжение следует... 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 Мне кажется... Продолжение следует... 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 Здесь, смотри, у нас просто реально... Здесь, конечно, раздольный для всяких учебных программ. И только военные, кстати. Тут можно просто говорить о том, что вот тут война. А он траншейный машин. Рядышком мирные люди. Какие машины? Траншей. 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 Траншей копатель. А вот это с барабаном, это что? Траншей копатель. Нет, нет, вот это справа. Это что-то. Это разминировать. Грейдер, наверное, такой. Грейдер, разминировать. А что сзади за кулку нет? Не понятно. Конечно. Это не баня, а дезинфекция. А, это дезинфекция. А это все равно, это одно и то же. Также использовали в лагерях немцы. Под видом дезинфекции убивали людей, знаешь, да? Ну, тут целое можно сделать. Давай сюда будем возить детей, слышишь? Давайте сделаем программу такую. Это трачка. От войны до мира, да? Война до мира. Уже делаем. Ты делаешь? Ну, сейчас снимаем с тобой. А, мы снимаем. Давай, давай, хорошо. И в награду... А тут недорого сюда добираться, москвичей просто, с парком победы задружиться. С защитником, атаком чернобыльские. Да, да, да. А он верхолётики, вот нормально. Это то, что сейчас летает на Украине. А вот крокодил Гена, кстати, точно мы будем сейчас делать, кстати, это успенский загорков, будем делать Гену как аллигатором Гена, слышишь? У нас будут такие боевые дела связаны. Да нет, да. Я думаю, что очень много подожди. Да, что ты не можешь подожди? Да, что ты не можешь подожди? Ну, идёшь, идёшь. Ну, скажи. Ну, идёшь. Замороженое. А замороженое? Приехали? Нет. Нет, замороженое. Пойдём посмотрим, что в деревне ночью хотя бы, да? Да. А деревня национальная, это где? Вот она. Доехали. А, ещё чуть не доехали. А чё мы? Это была идея комсомолки, из неё сделал Одномир, этот самый, Байравов, а Аятского я бы сказал, что он разделил здесь. Молодец, хорошее дело сделали. Поэтому две десяти, две деревушечки. Мы сейчас дальше едем? Да, посмотрите. Или остановку сделали где-то вот, что-то вот посмотрели. Мороженое. Ребёнку надо. А, около мороженого. А вон ребёнок сидит, Ленка, себе ребёнок, дайте ей. Водка, Лене мороженое. Нет, мне нельзя мороженое. А мы тебя заставим, ты же не должен быть ребёнком. Третью хотел бессмертных строить, это Александр Александрович, который был министром, он хотел сделать, знаешь, я вам предложил сделать по Кавказскому побережью, чтобы каждая точка была национальная, тогда можно было бы там принимать людей за всего света. В разных местах. Такой этномер по всему побережью. Ну да. Это можно сделать, просто договориться, чтобы сказать, каждый владелец какой-то курортов своего... Смотри, сколько есть. Да, да. Это репрессировали? Нет, это репрессировали. Нет, это репрессировали. Что репрессировали? О, триста. Да, да, да. Там написано триста. Ну да. Там написано триста. Ну да. Локальных войн. А это уже современные войны локальные войны. Да, 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 да. Это Вьетнам, это Ангола, это все дела. Это не вторая мировая. Да. У Шаков. Да, это все. У Горгова. У Суворов. У Мартыни. У Мартыни. У Мартыни, 2-й строки. У Кузов кто был. А почему в природноаспеднике? Что они делают? Они могут спать, они могут работать как черти. Извини, конечно, потому что они хорошие. Особенно там у них эрзи и мокша, двоих конкурирующих народа. Если спать с 7 часов вечера до 10, за 4 часа ты полный цикл делаешь. А Мавроди 4 часа спал. Там есть с 7 до 10, я вам расскажу, я изучал. Смотри, мегалиты, мегалиты. Да, смотри, мегалиты. Там, значит, смотри, какая история. Там есть 5 точек, когда нужно не спать. Это в 5 утра, в 11, в 16, в 20 и в 20 полночь. А 5, когда нужно обязательно спать. Это 2 ночи обязательно. В 9 утра нужно старательно не... Потом в 12, в 14, когда многие съезды устраивают. В 18, в 22. Если ты 3 точки бодрствую, то ты практически можешь потом быть бодрым. Нефтяная качалка, дорогие друзья. Символ 20 века уходит в прошлый анахронизм. Приходит эпоха эфира. 5, в 11, в 16, в 20, в 24. А в 3 ночи надо спать? А в 3 ночи нужно спать, да. Потому что в 2 ночи самый сложный... И тогда уходят суслицы всякие темные. А я не сплю. Вот ты поэтому такой же я не могу сказать. 5, в 11, в 16. Она тебя немножко поддерживает, а ты не справляешься, потому что ты хороший, добрый. А если бы ты не был недобрый, то бы я вот... Мне бы погладило сделать спину. А мне вот говорили, что у меня после душки смерти этот демон какой-то селился. Смотрите, ребята, вот. Он-то вот из-за дела. Нет, страх на завод такие дела. Хорошее место, брат, ребят. 5, 11, 16, 20, 24. По полчасика достаточно. По полчасика достаточно. Ну, там получается, что идет, смотри, вот ты когда в 5 засыпаешь, то у тебя начинается до 7 часов. Ты идешь вверх, а потом вниз идешь. Вот, смотри, какая радиолокационная. Там нужно понимать, когда у тебя идет точка эбуркации, в это время лучше, ну, что-то такое... Либо есть, либо... Ну, в моем случае не годов. Не годов. Не активировать. Смотрите, ты говоришь, у меня идут, если у тебя есть такой... А-а-а. Ищет у себя хорошо спать. Не вернее, а подсыпать. Все, когда в лучшем произведении мировой, значит, значит, какие-то сильные интересы. То есть и юги встают, в начале пятого. А вот смолеты. А там от 2... Там в полчетвертого начинается немножко взлет чуточку ее... А когда от 2 до 5, там половина идет... Полчетвертого. И медленно поднимается до 5, когда точка взлета такая... Это предвестник Ту-22. Это стратегический бомбардерочек первые. Ту-22? Ну, это же сейчас летает Ту-22, а это были первые. Эти жирают... Как они, белые лебеди? Да, да, да. Ну, смотри, какая штука здесь. Точно. Смотри, там камера. Со мной, на, со мной, на. Ведь это все кто-то придумал. Как назовут? Первое, знаете, кто придумал ракеты в Российской империи? Как фамилия? Не помнишь, Валяша? Сейчас я вспомню. Ракеты Кондриева, по-моему. Или Кондриева, или Кондриева. 1812 год. Далеко от военных делать это? Да, ну, так вот, да. Это, конечно, не пугайте. Здорово. Тут смотри, что можно делать. Мощнейший комплекс. Да, такой, но он имел такие ресурсы. Это же был город же, который был очень богатый. Да, Аецков вложил. Очень вложил, и он, конечно, могли потом засудить. Засудить его? Ну, если ты понял, что не целевое использование. Ну, какой не целевой? Это целевой, это нормальный парк памяти. Ну, видишь, от него осталось. Кстати, жалко, что сейчас, я же не очень помню, что-то он сделал. Надо чем-то придумать, если можно поставить ее. Здесь тоже сидел такой именно детский центр. Вот здесь, например, на углу. Дети войны вот сюда придумать. Когда какое-то путешествие от этого, это, от... Ну, вообще, как бы, завязать себе тоже. Да, 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 что-то. Они, смотри, можжевельник, что ли? Нет. А, туя. Туя, туя, туя. А на них ягодки растут, на туя? Они не вовремя, очень сезонные. Кушать, по-моему, нельзя, да? Слушай, а как пахнет? Свой. Запах вкусный. Да, вкусный. Это две от Ленки. Знаешь, что? Ста туи нету. А? Ста туи нету. Туи. Слушай, на этой туи, наверное, запах такой, можно этот настаивать, джин. Ну да, как... Да, да, как она, можжевельники, да, ровно. Можжевелые дела. Странный танк, который отдельно стоит, желтого цвета. Тут у него, по-моему, даже не какая-то немецкая была техника. Это немецкая? Да, это не надо, да? Это немецкая. Это для пустыни, для Африки мы это делали. Вот обломки, видишь, какие ежды. Самолеты, боже, сережки. Девятый, сережки. Вот за двор от трех минут пошли за двор. Кстати, по-моему, пустыни, кстати, гильзы алюминиевые были. Видите, там? Алюминиевые. Ну да, это ноги такие дедные. Вот лишь алюминиевые. Это шестивая мировая свечной металл. Это латунь-медь-плав. Вторая мировая, если бы, железка-одушный. Да, да, да. Музей Славы Климова. Музей боевой, продовой Славы Климова имени. Славы, 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 Славы. Вот такие маленькие. Саленькие. Маленькие. Смотри, Санька, давай сделаем такой маршрут военно-патриотический какой-нибудь. Из Москвы сюда, Саратов. Кстати, по этим поселениям тоже можно повозить ребят. Там очень влюбился в городок этот, когда мы проезжали. А я считал 21 год назад, в Саратове. Ну, я, наверное, я раза два-три был. Мой первый житрял был отсюда в 1972 году. Я написал, что королевство Чистый Колоссов. Меня туда взяли в Курсанову. У парнишка был, который ходил, спрашивал смысл жизни. Письмо пришло, сказать, я к нему переехал. Мой писал про него. Из поселка какого-то Аркадагского района, Козловка села было, по-моему. Вон президентский грант. Это все. Слушай, это очень богатая тема, такая крутая. А ты можешь делать женщины войны, слышишь, Лен? Слышишь, да, меня? Хочу войну. Я сюда даже... Женщины мира сделают, миром можно здесь. Женщины, которые... В Вагестане есть правило, когда женщину подком махит, только идешь за войну. И в Чечнея тоже, да. Но только уже чистая женщина должна быть. Или чья-то жена, или дочка. Ну, не бабушка, не вдова, а война не осталась. Да, да. То есть, если машут платком, то что это? Конец войны. Они тут, когда идет драка, когда они... Ну, храна может осваивать. Берее! 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 Вылезаем? Вылезаем, все, приехали. А где деревня-то мы не проехали? Проезжали мимо где-то. Какая деревня тебе нужна? Национальная. Мы не заходили. Все домики. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...